Еще раз повторю слова идущего спикера о том, что крайне приятно встретиться здесь, в прекрасном Краснодарском крае, увидеть столько знакомых лиц, с которыми сделан не один проект, с которыми работали вместе, решали массу проблем и ночью в коробнике, и в доедном зале, и под теми самыми пресловутыми роботами. И очень надеюсь, что эта традиция сохранится, и данная выставка станет у нас, наверное, именно той выставкой для животноводов, именно для молочников, на которой мы с вами будем встречаться каждый год, и каждый год все с большим удовольствием. Ну а теперь давайте немножко о моем докладе. Я постараюсь его максимально быстро пройти, потому что очень многое уже сказал Даниил, еще многое скажут другие спикеры, но тем не менее, надеюсь, что если у вас возникнут вопросы, я смогу на них на все ответить. Итак, испытываем кликер. А нет, давай следующий, истай друг. Так, ну я не буду останавливаться подробно на том, что написано на слайдах. Почему? Потому что уже большую часть Даниил сказал. Да, роботы это прекрасно. Следующий слайд. Но, это действительно так. Но практически каждая его, скажем так, полезная черта, как то, что нами востребовано за то, что мы ценим роботизированное дарение, имеет маленькую добавочку. Но, ну вот здесь маленький пример, например, что мы, как робот, никогда не заменят ни сбалансированный рацион, ни качественные корма. И вся эта мысль моя, она движется в одну сторону. Давайте следующий слайд. Это о том, что робот это просто оборудование. Это система дарения, которую мы выбираем с вами тогда, когда она соответствует нашим запросам, нашим производственным задачам, а не тогда, когда это стоит у соседа, и мы тоже хотим от соседа не отстать. Это путь, наверное, самый, может сказать, а не только самый неправильный, но и самый неэффективный во всех отношениях. Дело в том, что робот не может быть у нас каким-то спасителем, там, России, розовой таблеткой, стопроцентной гарантией счастья. Нет. Робот это такой же огромный труд, и работать на роботизированной ферме, да, может быть где-то легче, где-то интереснее, но точно так же, а тяжело, как и на любой другой животноводческий ферме. Меняется очень мало, потому что я всегда привожу такой пример, когда мы сами там формируем, например, снееводы формируют технологию выращивания азимы пшеницы, и пшеницы, они не выбирают всю технологию под марку комбайна. Комбайн это просто комбайн, и робот это просто оборудование, которое обладает каким-то уникальным набором качеств. Не более того, но такими же уникальными качествами для нас, возможно, может обладать и другое оборудование. Главное, вот эта синергия соответствия нашим собственным задачам. Если можно, я попрошу еще переснуть на один слайд. Дело в том, что когда мы выбираем робот, существует, на мой взгляд, существует только одна единственная причина, которая оправдывает покупку этого оборудования. Это только в том случае, если мы хотим перейти на качественно другой уровень управления, на качественно другой уровень работы и производства. В принципе, мне кажется, Данила тоже об этом говорил. О том, что если мы хотим стать более эффективными, да, это оборудование для нас. Если мы хотим, еще раз повторюсь, удивить своего соседа, нет, это оборудование для нас. А, к сожалению, очень часто среди гостей наших ферм я видела именно таких, что ну вот мы купили, да вот у вас вот то, да вот так, да да, мы столько дарить оно никогда не будем. Зачем тогда вы покупаете такую совершенную машину? Поэтому, если говорить, конечно, о многих других задачах, которые робот нам позволяет решить, о продуктивной долголетии, тоже Данила об этом говорил. Вы понимаете, это все уже следствие. Главная задача, мы хотим развиваться и развиваться интенсивно. Например, мы с вами дали 14,5 тысяч, задумываемся о 16. Это да. Я, кстати, перейду пример тоже, вот уж, как говорится, заговорили о совхозе Ленина. В свое время директор совхоза и главный техновых на тот момент приезжали ко мне в Липецк, смотрели мои роботы, а поскольку мы знакомы были на тот момент уже много лет, они мне сказали без всяких обвиняков. Ну, знаешь, Наташа, если они твои шивазады, это про моих коров, они абсолютно беспородные были, рогатые такие, все-таки, это непрезентабельные доят 10,5 тысяч, то сколько же будут стоить наши? Ну вот Данила, он, в общем-то, может сказать, что доят они ровно те же самые 13 тысяч, которые, в общем-то, собственно говоря, не обещали. Да, это действительно так. Давайте следующий. Не будем уже... Ну вот здесь, наверное, я и хочу немножко остановиться подробнее, потому что именно с этого слайда я бы хотела вам рассказать, ну, вкратце, хотя бы вкратце, основные моменты, на которые стоит обращать внимание, когда вы планируете завести себе роботизированную ферму. Чтобы это не стало дорогостоящей игрушкой, а стало эффективным оружием в ваших руках, для этого нужно соблюсти ряд очень важных факторов. И первый из них, и первый из них, когда вы только задумаетесь об этом, вы должны привлечь на свою сторону профессионалов. Это очень-очень важно. У вас должна быть та команда из зоотехников, ветврачей, инженеров, консультантов, производителей оборудования, поставщиков оборудования, финансистов, которые позволят вам действительно выбрать и создать тот продукт, который будет вам необходим. Может оказаться, что, конечно, это будет даже, как бы, вы поймете, что вам не нужен робот. И это общие правила. Они распространяются и на покупку комбайна, по сути дела, и на покупку робота. Но так или иначе, обращаю ваше внимание на то, что работайте с профессионалами, обращайтесь к профессионалам, потому что в своем большинстве видишь, что выбор оборудования иногда не настолько, скажем так, что продуман и выбран оборудование, которое абсолютно не соответствует потребностям хозяйства, чем можно было бы сделать. А давайте дальше. Почему я еще считаю, что очень важно работать с командой? Потому что люди, которые вместе с вами создадут проект вашей будущей фермы, в том числе и роботизированной, именно о них мы сегодня говорим, это будут те люди, которые станут на них работать. И люди, которые родят эту ферму, выносят ее, это сначала продумывают все нюансы на бумаге, затем построят, потом комплектуют поголовьем и оборудованием. Это те люди, которые действительно имеют больше шансов на успех, чем те, кто пришел со стороны и сказали, ну вот тут какие-то роботы, тут все сделано неправильно, я вот считаю, что тут надо все убрать, вынести и купить новое оборудование. К сожалению, это тоже часто бывает. Дальше. Ну, немножко такой небольшой реверанс в сторону того, что когда мы планируем ферму, там на предыдущем слайде это было, мы планируем фактически управление этой фермой. Мы не планируем, может быть, даже то, да, мы имеем в виду, сколько молока мы планируем, да и сколько кормов потратить, сколько будет работать людей, но все это можно объединить в один такой большой блок, это управление. Вы понимаете, где, что, когда и с помощью каких сил, ресурсов вы будете делать. Но все равно в фокусе внимания у вас всегда корова. Ее естественные потребности, те, которые вот это вот набившие оскомину, вот эти графики, но на самом деле это очень важные графики, поскольку это язык коровы. Это тот язык, на котором корова с нами все время говорит. Надоем, упитанностью, какой-то своей деятельной активностью, или же, наоборот, поведением, нормальными, ненормальными. Мы просто должны его понимать, и тогда мы будем скоровы и равноправными партнерами. И вот как раз с этой точки зрения роботизированное доение предоставляет нам массу интересной информации. Давайте дальше. Вот, начиная говорить о планировании как таковом, мы должны четко понимать, еще раз повторюсь, что, где, когда, с кем и какими ресурсами мы будем делать. Для этого нам, прежде всего, надо немножко привести в порядок унификацию тех понятий, которыми мы пользуемся. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что очень часто мы видим, что для примера приводится, например, прекрасная, отличная ферма, без всякого, как сказать, иронии с моей стороны, например, в Голландии. На ней живет 60 коров или 120 коров. Мы задумываемся построить комплекс на 1200 коров. Как вы думаете, будут отличаться эти фермы между собой по стилю управления? Будут ли они отличаться даже по планировочным каким-то решениям? Будут ли эти фермы отличаться сами все вообще? Да, они отличаются друг от друга, как небо и земля. К сожалению, многие решения, которые мы традиционно использовали, увидев, подсмотрев или послушав наших, может быть, вполне благодушных, но тем не менее не вполне грамотных консультантов, мы используем те решения, которые к нам не подходят. Потом мы говорим о том, что это не работает. Нет, это работает, но работает в других условиях. Потому что ферма 120 для лов и 1200 – это абсолютно разные вещи. И вот как раз об этом я и хотела сказать, когда дальше буду с вами говорить о назначении секции. Следующий. Ну вот я тут очень коротко написала, что у нас есть какие коровы есть на нашей ферме. Мы говорим о крупной ферме, о большой ферме, которая чаще всего стоит в России. И, а с другой стороны, красным цветом показаны, какие нам нужны секции. Как вы думаете, все ли секции у нас планируются при роботизированном доении, если используются типовые решения? Нет, далеко не все. Да, мы имеем иногда молодельную секцию, но чаще всего ее нет. Но мы имеем дойную секцию, мы имеем массу санитарных зон. Это не санитарная секция, а санитарная зона около каждого робота или у каждых двух роботов, куда там корова отделяется, для каких-то нужд. Удобно? Да, возможно, удобно, не спорю. Но, как правило, санитарную секцию, а тех требований, которые к ней предъявляются, мы поговорим немножко позже, мы не имеем как таковой. Потому что, например, забегу вперед, мы не имеем такой секции, у которой роботы имели бы отдельный отвод молока в санитарный танк, чтобы там стояли коровы, которые лечатся антибиотикам, а они всегда есть, никуда от этого не денешься. И мы не бегали с какими-то там ведрами, отводами молока, не носили вот это вот молоко, потому что, ну, честно говоря, это абсолютно непродуктивно. С фермы 1200 голов таскать сороковетровыми ледрами молоко куда-то там за полкилометра. Дальше. Еще одна очень такая, не так, не так, не так назад, вернитесь. Еще одна очень проблемная секция, это чаще всего та, это секция с альтернативным доением. Хорошо, если у вас большой холдинг, большой колхоз, где есть где-то там старая привязь, или есть какой-то добрый сосед, который возьмет ваших животных, а те, которые непригодны к роботизированному доению, это хорошая корова с высокой продуктивностью, возможно, даже стельная, но она не будет ходить на робот и сама этого делать не хочет. Такие есть, да, их процент разный от 3 до 10%, но так или иначе они есть, и они стоят тоже денег. Секция для запуска. Это моя, честно сказать, любимая секция. В данном случае вот вы видите, в принципе, ту модель управления стадом, которой я придерживаюсь уже много лет. Хорошая, плохая, как в моей системе координат, она работает и приносит результаты. Поэтому я считаю, что секция для запуска должна быть отдельные животные, которые, возможно, даже имеют другое кормление, но как минимум с ним производится в течение недели совершенно иные манипуляции, отличные от других, как дойных животных. Где мне поставить недельный, условно говоря, отел, если у меня все секции, например, по 120 голов, а мне нужна секция там на 50? Я разделю за короткой? Я выгружу где-то какой-то загнёточек и поставлю их на улице? Нет, это секции нет. Ну, секции с ранним, поздним, сухостоем и секциями отел у нас, как правило, всё в порядке, уже мы это научились делать, но как минимум, мы знаем, что у нас очень часто не хватает как минимум трёх-четырёх крайне важных для технологий и для здоровья животных, и для дальнейшей успешности работы с секцией. Вот о том, что я говорю, вот об этой как раз унификации. На маленькой ферме 120 голов они не нужны, просто потому, что они не нужны. Всё можно сделать ручку, ибо мы работаем с коровы индивидуально. На комплексе 1200 животных, пусть даже они дуются на роботах, мы работаем уже с группой животных. Давайте следующий теперь слайд. Так, что там? Следующий. Ну вот, новотельная группа. Сразу поясню, вот вверху здесь будет такой типа пазлика, 65 мест, какая-то красная закорючка и так далее. На самом деле, просто это для того, чтобы потом в дальнейшем, через несколько слайдов, мы из них соберём с вами такой концепт комплекса. Как бы он мог выглядеть без всяких претензий на точность, на правильный расчёт поголовья, именно для того, чтобы показать саму иллюстрацию. А мы бы сами сравнились с тем, что мы строим, и то, что мы, в принципе, должны были бы построить. Итак, новотельная группа. Одна из самых важных. Тут я вам никаких проповедей и лекций читать не буду, безусловно. Но скажу, что, в принципе, для роботизированного доения вот с 2009 года, я могу сказать только одно, это группа, в которой самая наименьшая нагрузка должна быть на робот, потому что, к сожалению, эти коровы имеют очень медленное доение. Подоилась корова, робот моется, полоскается. Мало того, что она сама по себе ещё доится медленно, её, возможно, надо приучать, подохнать, она требует внимания. Поэтому, по сути дела, я здесь и показала такую страшную цифру, что, например, на 65 голов нам нужно по-хорошему, чтобы раздаить их быстро, приучить работать два робота. Да, теоретически можем поставить туда 120. Но, по сути дела, речь идёт о том, что нагрузка здесь должна быть снижена на 1,5-2 раза. Это моё личное мнение. Я постаралась его обосновать, поэтому, как бы, ну, как бы, цена нет. А если у кого-то есть, ну, контраргументы, я с удовольствием всегда выслушаю. Далее речь идёт, опять же, о той же самой сепарации молока. Потому что никто не отменял того, что у нас есть определённое ветеринарное законодательство, и молоко новотельное мы должны сепарировать. Опять же, вопрос, таскать в 40-литровых вёдрах или же делать это автоматически. Соответственно, совершенно другим уровнем гигиены. Ну и, соответственно, организация этой зоны, как бы, такая, что, поскольку на роботах очень часто у нас стоят и коровы, и первотёлки вместе, и корова, которая только сегодня отелилась, естественно, и та, которая уже там 10-15 дней живёт в этой секции, уже практически восстановилась, она должна быть максимально комфорта. Ни одно доминирующее животное не должно зажать какое-то более слабо где-то в углу и сказать, ты стоишь тут, а я вот стою и тебя сторожу. Все должны иметь возможность подойти к корму, воде, отдыху. Это общие правила. Но здесь они особенно важны. И, конечно же, одно из самых важных правил – никакого переполнения. Поэтому, когда всегда просчитываю такие зоны, вообще весь транзит, я считаю с неравномерностью отёла 1,4, то есть 100 коров телится у нас, например, мы считаем, что телится 140. Нас можно слышать, можно проходит? Да, хорошо. Мы как бы считаем, что это с коэффициентом 1,4. То есть 100 коров телится, но мы считаем, что 1,4. Почему? Потому что мы не всегда можем управлять воспроизводством, а теснота переполнения именно вот этих транзитных зон всегда заканчивается очень печально. Об этом уже говорили многие, как даже в этой аудитории. Давайте следующую. Так, ну вот как раз о медленном доении. Здесь будут фотографии из очень разных проектов. Возможно, есть совсем старые, уже почти десятилетние, но тем не менее они иногда очень красноречивы. Вот видно, как доятся коровы в первые дни доения. Да, видно, какой у них надой. Видно, что эти животные в своем большинстве в последней колонке, хотя у них есть доступы на доение очень большие, там 5, 6, тем не менее эти животные приходили там меньше двух раз. Это как раз то, о чем я говорю. Что если эта секция, например, вот эта фотография была сделана как раз в то время, когда секции были сильно переполнены, ну вот что мы имеем. О каком раздое, о каком приучении к роботизируемому доению мы можем вести речь. Давайте следующий. Еще одна интересность, еще одна, по-моему, таблица интересная. Это как раз очень похоже на то, что показывал Данил, только он показывал надой на робот, а здесь проблема показана на самом деле. Эта проблема показана, тоже сильное переполнение, и это отказывает. То есть с точки зрения, в данном случае это Лелли астронавт, с его точки зрения отказ это хорошо, это значит, что корова, она подоина, но она сохранила высокую активность, и она зачем-то пришла на робот. Например, поесть имбигорма или подоить, и он ее отправил от себя. Ну, следует признать, что это, конечно, с одной стороны, это очень интересно и хорошо, с другой стороны, это может быть и проблема. И у нас в практике была такая мадам, которая сначала сходила 32 раза кругом, то есть она выходила и заходила, выходила и заходила. Потом она, все это время она занимала робот, потом ее оттуда выгнали, она где-то походила минут 30-40, вернулась еще 19-го год, наверное. О чем это говорит? Ну, это доминирующее животное явно, которое могло оттолкнуть всех остальных и попытаться что-то там, где сидят вкусно найти. Не знаю, по-моему, конечно, ну, наверное, не очень умная. Так вот, новотильные коровы, они в рамочке. Опять же, минимум отказов из всех. Почему? Потому что опять переполнение, медленное додение, не все животные успевают додиться. Поэтому я и говорю, что лучше, в данном случае, учитывая всю важность начала, как бы хорошего старта лактации для животных, да, ну, наверное, крамольно сказать, директор, купи мне два робота вместо одного для 65 коров. Но на самом деле, все течет, все меняется. Если мы строим ферму, которая имеет универсальную планировку, ну, сегодня здесь стоят у нас новотильные коровы, завтра стоят дольные. Мы, в принципе, ничего не потеряем, но зато мы будем иметь резерв, который крайне важен. Следующий. Ну, дольные коровы. Опять два пазлика, один большой, другой маленький. В уголовье 130-65 дано чисто умозрительно, чтобы показать, что это, грубо говоря, 50% от маленькой секции, от большой. Ну, здесь, наверное, самый главный вопрос при работе с, ну, как бы, на роботизированном доении с, как бы, дольными секциями, это то, что сказал Данила. Это постоянная повторяемость. Максимальное, как бы, постоянство в группах. Максимальное, именно то, которое мы сможем обеспечить, потому что иногда это просто невозможно обеспечить. Если бы была возможность создать ферму, на которой у меня коровы все расстелились в одну секцию и дошли так до запуска, это было бы идеально. Для этого надо немножко по-другому управлять производством. Это должно быть, опять же, наверное, вероятно, не очень большое производство. Но так или иначе, как так начали, как общий посыл понятен, чем более константный состав группы у дольных коров, тем лучше у них результаты. Чем меньше они испытывают стресс, тем лучше их результаты. Потому что их основной результат, это дается 24 часа в сутки. Да, минус время на промывку оборудования, на техническое обслуживание и прочее. Но этот поток должен быть постоянным. Только когда мы наберем постоянство раз, второе, высокую скорость, как бы только тогда мы сами сможем говорить о том, что будем производить и по 2,5, и по 3,5 тысячи тонн молока на один робот. Да, это результаты вполне достижимые. Еще один момент следует иметь в виду, что мы часто оперируем поголовьем 120 коров. Иногда это происходит из-за того, что, в принципе, это то поголовье, которое, ну, уже, наверное, такой как бы эмпирическим путем было выведено как одно из наиболее оптимальных. Опять же, из презентации, я надеюсь, это будет следовать. И при этом надо понимать, что это, в принципе, 2 группы животных. Потому что коровы живут небольшими группами, там, 40-60 голов. По сути, 120 – это 2 группы с двумя лидерами, у которых есть такой вот мир, ну, как бы вооруженный нейтралитет. То есть они живут в одной секции, но друг друга сильно не трогают. У каждого параллельная жизнь. Любое введение этого нового животного, иерархия в двух группах летит к черту. Все разбираются какое-то время на то, что происходит, кто будет первым, кто будет последним. И это все сказывается, опять же, на молоке. Так, дальше. Ну, вот интересное... Ну, хорошо, я это как бы доскажу. Вот как раз хороший пример того, как должна быть организована группа. Старая фотография, 2014 год. Но, честно говоря, я ее очень люблю, потому что это была одна из моих первых коров, которая далась больше 70 литров. Обыкновенная секция – 59 голов. Роботизированное доение, 156 дней в этом лактации. Средний надой – 39,7. Вот если пролистать вниз, то... Это минимальный надой был 9,8 литра. Это корова, которая уходила в запуск из этой группы. То есть жить в одной секции, 77,5 и 9,8 можно. При этом это стадо характеризовало очень хорошую сохранность. В общем-то, действительно, это было в своем... Ну, в своем... Это не в этом отношении. Очень такое уникальное, интересное поголовье. Но я хочу сказать следующее. Это не их заслуга. Это заслуга того, что в данном случае было именно постоянный и равномерный состав группы. Почему это важно? Представьте себе, что у вас на дойке из этих 59 голов, не знаю, там, 40 голов с продуктивностью выше 50 литров. Как долго они будут доиться? Сколько они будут занимать времени их доение? А вообще успеют ли они подоиться? Именно поэтому, для того, чтобы усыграть вот этот ровный поток молока, чтобы сформировать вот это постоянство и постоянную воспроизводимость результата, нам как раз и нужно то, чтобы в стадии были равномерные представительства животных на всех стадиях лактации. И новотельные, и высокопродуктивные, и низкопродуктивные. Они должны быть. И вот как раз в этом и есть та сложность, о которой я говорила, что как бы не хотелось сформировать одну группу и оставить ее до конца лактации, руководствуясь этим фактом, когда вы достигаете определенного уровня продуктивности, у вас стадии действительно становится высокопродуктивными животными, вы понимаете, что, к сожалению, вы вынуждены, животное ушло в запуск, на его место становится новый боец. А это все равно определенный стресс. Поэтому именно планируя правильно секции, с точки зрения пространства, комфорта, уже об этом говорили столько, что, наверное, повторяться об этом здесь, абсолютно не стоит. Но так или иначе, если вы думаете о корове, то, конечно же, корова подумает о вас. И напротив. Если вы думаете о них, в этой ситуации не будут, они доставят вам массу проблем, которые все станут финансовыми проблемами. Давайте дальше. Так, ну, тут несколько иллюстраций, что должна делать наша дойная корова на роботе. Она должна есть дальше. Она должна спать, лежать дальше. И она должна доиться дальше. Ну, еще несколько секций, о которых мы с вами говорили, но я прям совсем быстро про них пройдусь, потому что это секции, в принципе, по своей планировке организации мало чем отличаются от традиционного беспризненного содержания. Единственное, что я хотела бы обратить, что именно здесь как раз наиболее сильно видно технологии работы. Ну, потому что, поскольку мы переводим группу, это животных по группам и периодам, то мы, соответственно, должны понимать, например, ранний сухостой, сколько? Это месяц, условно говоря, 4 недели, а поздний сколько? Тоже 4. А если у нас кислые соли, то это 3. А группа отела, вот это группа отела на глубокой подстилке, когда животное в течение примерно 10 дней до отела находится наиболее комфортных для себя условиях, она тогда сколько? Поэтому вот здесь, конечно, эта специфика играет роль, но она играет роль только на то, чтобы рассчитать, сколько вам нужно в татамес. В целом, думаю, ничего нового я вам не скажу, если повторю, что ранний сухостой – это время, когда корова отдыхает, поэтому не должен быть максимальный комфорт. Широкие стойла, чистые, как бы чистые стойла, подстилка мягкая, сухая и хорошее кормление. Ну, а поздний сухостой, вы все знаете, что именно за счет повышения, максимального повышения потребления сухого вещества, рациона, мы достигаем, ну, точнее, как бы устраняем все будущие проблемы. Давайте следующую. Так. Ну, это вот лежат как раз на глубокой подстилке в родильном отделении дальше. А вот то, что у нас могло бы получить. Вот все эти квадратики собирая, у нас получилось два таких вот концепта. Смысл в следующем. Вы видите, как устроена роботизированная ферма? Четыре здания. Можно сделать их три? В принципе, наверное, можно было бы, но тогда вспоминайте, что размер, сколько роботов должно стоять в одной секции, мы сами об этом поговорим дальше, какая длина будет в секции и так далее. Ну, если нам не нравятся четыре здания, в которых мы разместили и сблокировали как все оборудование, так и поголовье, ну, мы можем построить полномлок, который, допустим, строит компания, где я сейчас работаю в августе. Хорошо? Да, хорошо, интересно. Это уже одна крыша, меньше стен, но, тем не менее, набор групп остался таким. Имеем ли мы такие группы? Ну, к сожалению, нет. К сожалению, нет, потому что проектировалось это все намного раньше, чем все мы пришли в компанию. И, ну, решение, работать можно. Да, работать можно и достигать результата, но так или иначе удобнее было бы работать, если бы мы имели все те самые группы, которые есть. И обратите внимание на количество роботов. 20. Потому что у нас есть свой отдельный робот на запускной группе, и есть у нас с вами отдельный робот, который стоит на дойном стадии в антибиотиковой группе. Важно? Да, важно. Ну, тут нарисовано, что у вас есть альтернативное доение, но это уже, как говорится, решать по вашим хозяйственным условиям. Но, тем не менее, что-то с этими животными делать надо. Вот такая картинка. Отличается она от того, что мы чаще всего видим? Да? Отличается и отличается сильно. А вы помните, что планировка и наши все вот эти схемы, которые мы сами рисуем, обсуждаем, спорим горячо, это управление, это то, насколько нам удобно будет работать. Будет ли делать это один человек, или это будет для этого привлечь пять человек? Сделает ли это человек через палку, потому что это крайне неудобно делать? Или он пойдет и легко сделает всю работу? Это очень важно. Давайте следующую стадию. Ну, и тут немного о элементах, с которыми мы часто сталкиваемся, когда говорим о роботизированном доении. Ну, первый из них это то, что мы не просто планируем помещение, там, где какие секции стоят, все понятно, но есть еще элементы, которые напрямую влияют на эффективность роботизированного доения. Ну, первый из них это движение. Вы уже слышали не один раз, что есть два типа роботизированных фирм, это с направленным движением, или с организованным трафиком, и свободное посещение. Есть даже компании, которые производят оборудование, подходящее именно по тот или иной тип, а есть компании, которые производят универсальное оборудование. Хочешь так, хочешь так. На самом деле, в чем здесь плюсы, или минусы, или в чем здесь у нас с вами, ну, какие особенности? Ну, не буду читать, как бы, то, что написано. Скажу следующее, что первый мой проект был как раз, первый роботизированный проект был с организованным движением. И когда я слышала о том, что кто-то имеет там 2,8-2,9, я говорила, да фу, да это легко, у нас 3,2, это, собственно, тут мы начинаем успокоиться. И мы знали хорошо, что 3,2 прохода на одну корову в день, или 3,2 доения на одну корову в день, это молоко. То, о чем как раз говорил Данила, что высокое молоко будет складываться из этих мелочей. Неоднократно мы пытались уплотнять животных, там ставили больше, у нас падали проходы, молока мы доили в итоге меньше или столько же, эффективности никакой, потому что наш корову давал где-то примерно 10-11 литров на один визит. Сходить 3,2 раза, и 2,7, очень разное количество молока, легко считается. Поэтому для меня было в тот момент, что это, наверное, априори наиболее эффективная система. Да, более дорогая, потому что мы должны приобретать специальные оборудования, но так или иначе более эффективные. Можно следующий слайд? Вот, собственно говоря, схема движения, если кто не знает, как это происходит. Вся зона зонируется, дальше у нас будут фотографии, увидите это на примере. То есть у нас есть зона отдыха, где корова отдыхает, может попить воды, и больше ничего она там не сделает. Для того, чтобы она может выйти на кормовой стол, через находовые калитки, на кормовой столе она также может покушать, пообщаться, почесаться очесалку, может попить воды, но если она захочет лечь или покушать комбикорма в зоне кормления, она должна будет пройти через селекционные ворота. Селекционные ворота определяют, нужно ли, как есть ли у этого животного доступ на доение, и, соответственно, направляют либо в накопитель, либо она уходит. И вот, собственно говоря, из накопителя животное поступает в робот, потом снова может выйти на кормовой стол, или там, допустим, в санитарную зону. Не столь важно. Важно следующее, что все животные, которые более-менее активно ведут себя в секции, то есть ходят по 10, 15, 20, 25, 30 раз в день через селекционные ворота, они также стабильно доются. Животное, которое не ходит, например, у него больные конечности, о чем сегодня тоже тут говорили, это животное будет лежать. Оно не будет ни пить, ни есть, ни доиться, поэтому оно рано или поздно попадет на нашу заметку, что это животное просрочило доение. Следующий слайд. Ну вот, собственно говоря, как организован доение, это как раз те самые, как их назвали, шилозады. Вот, собственно говоря, хорошо видно двухрядка, очень четко выделена зона отдыха, ну, я не знаю, тут работает эта вот штучка, как бы зона отдыха, зона кормления, которая у нас на кормовом столе, вот у нас стоит кормостанция, селекционные ворота, небольшой накопитель, который уходит, это кровотолуд животное, дно уже, которое подоилось, должно выйти обратно на кормовой стол. Да, вот так она выглядит. Прошу также обратить внимание на ширину этого прохода, фактически две длины, как бы корпуса коровы здесь есть, тут было 3,90, насколько я помню. Идем дальше, следующий. Ну, это тоже у нас с вами направленное движение. Следующий. Свободное движение. Чем отличается? Тем, что у нас с вами животное ходит так, как ему хочется, мы никаким образом его не организуем. Ну, почти не организуем, потому что у нас все-таки есть определенные средства воздействовать на него. Это первое. Второе, это то, что, скажем так, если можно, давайте, это сразу иллюстрацию. Так, это у нас то, что животные ходят дальше, эта схема сама. Еще. Ну, вот у нас, собственно говоря, животные все равно приходят на дойку и становятся в какую точку, потому что видна большая широкая зона, роботы, три коровы ждут тогда, когда придет их момент зайти туда. Собственно говоря, животные в данном случае организуют себя сами. Естественно, за счет того, что сюда может прийти, как я вам рассказывала, высокоранговая корова и устроить там, так сказать, сеанс того, что она самоутверждается, естественно, проходы здесь будут ниже. Но затраты меньше и легче, возможно, работать на такой ферме, если мы не очень любим чересчур что-то контролировать. Давайте дальше. Ну, например, это вот способ, как можно сделать какой-то контроль, дополнительная складная калитка, если мы приучаем, например, нитерей. Идем дальше. Ну, следующий момент, который часто тоже обсуждается в связи с роботизированными фермами, это двухрядная или трехрядная планировка, то есть четырех- или шестирядные коровы. Опять же, следует сказать, что здесь, все вы знаете их достоинства и недостатки, они точно так же распространяются, как обычный фристейл, так и на роботизированное донение. Я скажу, наверное, следующее, следующее, давайте, слайд, только одно, что на самом деле это как бы, ну, вот у нас с вами двухрядная планировка, та же самая ферма, только новая, и дальше. Это вот хороший пример шестирядный. Дальше. А вот у нас как раз здесь и ответ на то, что если мы с вами выбираем направленные движения, то правильно будет выбрать только двухрядную планировку. Если мы выбираем с вами свободные, все зависит от ваших фантазий, и опять же, это одно очень важное фактор, сейчас мы вернемся. Вот в красном круге показаны вот эти элементы управления, организованного движения, это одноходовые калитки или сепарационные ворота. То есть корова, еще раз повторюсь, которая вышла отсюда сюда, она здесь может сделать очень мало. Ей тут нет повода остаться и провести несколько часов. Она поела, попила, она хочет пойти либо покушать комбикорм, либо отдохнуть, возможно, даже хочет доиться. Поэтому она отсюда уйдет. И так эта зона работает. Теперь представьте ситуацию, когда это шестирядная планировка, ну, это как бы трехрядная планировка, то есть сюда у нас с вами открыто еще ряд стоилок. Корова поела, попила, рядом стоила, легла. Зачем ей ходить? И, честно говоря, я видела проекты, которые, к сожалению, при огромном уровне инвестиций, именно так и сделаны. И это мучительный процесс доения и приучения этих животных в дойке. Просто потому, что изначально выбрана неправильная планировка. Прекрасный коровник, великолепный комфорт, но планировка выбранная. Поэтому еще раз, двухрядная или трехрядная, это ваше предпочтение с учетом той, какой тип организации движения животных вы выбираете. Есть также еще, скажут, я думаю, после какие-то, так сказать, гибридные, так сказать, полунаправленные, менее направленные. Это все, как говорится, уже частности. Еще один важный аспект. Коровы хорошо ходят на робот, тогда, когда у них выстояние от самой крайней точки робота примерно 60-65 метров. Это очень-очень важно. Если отнести это туда на 120, она, пожалуй, скажет, нет, я обойдусь. Не пойду я туда так далеко. Поэтому, когда вы строите себе двухрядный или четырехрядный коровник, вы, соответственно, должны понимать, что вы будете жестко лимитированы по длине, здесь один робот, здесь еще один робот, у вас уже 120 метров, все, то есть сколько рядов должно быть в вашем коровнике, возможно, должна быть какая-то кросс-вентиляция или что-то еще, вы должны об этом думать. Это неплохо, но вы должны понимать, какое решение, к чему у вас приводится. Следующий слайд. Ну вот как раз у нас с вами двухрядные направленные, вы это уже, похоже, видели дальше. Ну, теперь следующий момент. Как бы количество роботов. Мы с вами немножко его уже касались с этого момента. Сколько роботов должно быть? Ну, не будем долго на это тратить время, оптимально два. Три, уже эффективность животных может падать. Четыре, 100% возникают проблемы с трафиком по некоторым роботам. Да, коровы иногда предпочитают ходить на какой-то робот, но, как правило, эти предпочтения не очень стойкие. И чаще они бывают у первотелок, которые привыкли, что их учили неделю или там 10 дней ходить вот на этот вот левый робот. Вот они будут на него некоторое время ходить. Потом они немножко освоятся в стадии, почувствуют себя более уверены и будут ходить туда, куда им хочется. Но, если на другом роботе у нас сами есть какая-то преграда, поилка, скользкий пол, еще какие-то неудобства, то животные не будут туда ходить тоже, потому что они хорошо запоминают, что здесь им было некомфортно, здесь было опасно, и они захотят пойти куда-то в другое место. В итоге роботов два, доят один, один простаивает. Нормально? Нет. Опять низкие проходы, опять меньше молока. Давайте дальше. Так, очень интересный вопрос, это кормление на роботах. Вот, наверное, для меня лично этот вопрос один из самых интересных всегда был потому, что приходилось вступать в жесткое противоречие с поставщиками оборудования, те, кто нам всегда предлагал эту технологию и доказывал, что вот там надо давать как можно больше комбикорма и так далее. Я не говорю, что это неправильно. В какой-то системе координат это правильно. Мое святое убеждение, что 65 миллионов лет эволюции сформировали из коровы жвачное животное. И корова должна потреблять много клетчатки, но немного комбикорма. Я видела ферму, на которой пустой кормовой стол, для того, чтобы коровы бегали в робот, потребляли там 13-14 килограмм с голоду, потому что им хотелось есть. Ты приходишь, они тебе смотрят, как собаки голодные в глазах. Может быть, ты что-то им дашь. Вот они, соответственно, да, были великолепные проходы, великолепная проходимость. И надоя был там даже хороший. Но только жир у этого надоя был 2,9-3,1. И, в общем-то, собственно говоря, ценность этого молока, не говоря о здоровье животных, наверное, была практически нулевая, по сути-то дела. Поэтому я думаю так, что комбикорм это приманка. И вот о том, как мы и делаем из него приманку, в то же время вводя в рацион, при самой разной продуктивности, а вы помните, там и 70 литров, и 9 литров. Вот я сейчас дальше постараюсь вам показать. Ниже. Следующий слайд. Итак, комбикорм у нас с вами ест, ну, можно сразу, я вам быстро это проговорю, можно сразу перелистывать тоже. Комбикорм коровы могут есть как во время доения, так и в кормостанции. И то, и другое прекрасное решение, есть свои допуски, и свои, так сказать, положительные моменты, так и не положительные. В частности, из веселого могу сказать, что однажды у нас коровы распробовали, что если подцепить, они были рогатые, подцепить крышку кормостанции рогами и отпустить ее, то она будет сотрясаться. И по 3-4 хорошие комбикорма будут сыпаться всегда. Сколько раз стукнешь, столько раз тебе насыпешь. И вот у нас превратилась ферма в прокатный цех, потому что коровы очень быстро сообразили, что это можно делать и на других. У нас стало врохот постоянный, покуда мы не приварили трубу, которая им препятствовала это делать. Это, к слову, о том, как корова живет в секции. Она все очень хорошо, быстро замечает, намного быстрее, чем даже, чем мы с вами. Давайте следующий. Вот у нас с вами, опять же, красный робот, наша текущая, я вам специально показала, когда она менялась в последний раз, 8-го года. Извините, пожалуйста, на сцене. Все, сейчас. Вы молодец, мы будем кушать сейчас бесконечно. Чуть-чуть осталось, но чуть-чуть. Да, это в 22-м году. Вот, собственно говоря, это лесенка, каким образом мы кормим своих коров. То есть у нас есть выделенный период новотельный, когда мы стараемся животным заинтересовать визитом на робот и даем им большую пайку разом. Она может прийти, но это, опять же, не 3 килограмма, это примерно 800-900 грамм, но это ощутимо, это не 500 и не 300. Дальше потом начинается, спустя 15 дней после отела, начинается уже по продуктивности. При этом коровы, которые доят больше 60-50 литров, все равно не получат больше комбикорма, чем 5,5 килограмм. И, соответственно, уже перед запуском начинается у коров запуск, постепенно убавляется у них комбикорм. Следующий слайд. И вот, соответственно, если посмотреть, тут очень мелко, но если посмотреть строчку «дойные», то мы видим, что там 4, 3, 4 и там 7, 4 и 5 и так далее. Это в среднем одна корова ест комбикорма. Ну, если взять продуктивность, то это вот период у нас с вами август, по-моему. Август – это около 40 литров на дуле. То есть, соответственно, можно корову не сильно кормить комбикормом, но, тем не менее, использовать его как мотиватор. Дальше. Еще один интересный момент, который стоит использовать, это как раз вот на синих роботах. У нас было два типа концентрата, якобы виртуально. Один ели коровы в роботах, по 500 грамм на визит, просто всем, и важно от продуктивности. Это тебе пайка за то, что ты пришла. Молодец. А уже по продуктивности они ели в кормостанции. Тоже интересное решение, тоже позволяет дифференцированно подходить к разным животным. Как раз потому 79 жили в одной секции. Дальше. Но в любом случае, в любом случае, я бы сказала так, что основа это общий смешанный рацион. То есть основу рациона корова должна получать так, потому что мы его можем контролировать. Я никогда в жизни не проконтролирую, сколько съест корова комбикорм. Она может прийти, ей насыпят килограмм, она встанет, постоит над ним и уйдет. Так сделает еще одна, другая. Потом придет четвертая и скажет, боже мой, за что такое счастье 5 килограмм комбикорма и разом их все съест. Я это не могу контролировать. А вот общий смешанный рацион могу. Сколько у вас в центральной части килограмма? 40, как 6 или 47, да? 60. Геннадий. Да, по сухому веществу. Около 40. И даже ниже сейчас уже, да? Ну вот видите, вот наш консультант, собственно говоря, меня поправляет. Так, идем дальше. Я думаю, вы это часто уже слышали, как надо животных готовить к роботу и как робот готовить к животным. Дальше. Основная идея у нас, в общем-то, это первотелки. Именно их мы должны научить ходить сюда и ходить добровольно. Я считаю так, что если мы с вами отдадим им 7 эти дней, но отдадим как с полным вниманием, то потом остальные там 347, мы их не будем знать, этих коров. Они сами будут ходить и доиться. Если мы их тут не будем приучать, то потом мы будем ходить и постоянно водить на дойку. Тем самым, те самые люди, та самая организация труда, эффективность и многое другое. Давайте дальше. Ну вот, собственно говоря, подготовленная первотелка, побритый хвост, опаленное в имя. Ну, так сказать, не очень чистое, но в имя хорошее. Теперь идем дальше. Следующий. Опять же, что у нас с вами является хорошей адаптацией? Ну, тут тоже цифры не какие-то, которые мы нашли сами. Мы их подтвердили в своем опыте. Это именно то, о чем уже говорилось несколько раз. 24 раза сама ходится, 90 минимум процентов концентратов потребляет, так сказать, сама и, соответственно, активно в отношении проходов. Дальше. Ну и вот самый главный наш критерий, на что вы смотрите, на какие критерии. Критериев очень много, дальше там можно будет полистать просто без комментариев различные слайды. Можно придумать какие угодно отчеты, себе там KPI, показатели, еще что-то, но все равно он останется один. Это тот самый критерий, это количество доения на одну корову в сутки. Потому что именно он сформирует всю нашу дальнейшую успешность или неуспешность. И все проблемы, неправильно работающее оборудование, нерасчищенные копыта, неподстриженные хвосты, неопаленное вымя, грязные секции, отсутствие комбикорма очень хорошо влияет на это. Неправильная планировка, все они найдут отложение именно здесь, а через этот показатель уже найдут молоке. Давайте дальше. Дальше это вам все знакомо, думаю, тоже знакомо. Отчеты какие можно создать? Миллион. Робот этим и хорош, что можно создать любые отчеты, главное их читать, главное ими пользоваться. Дальше. Ну вот, например, то, что нам показывает красный робот, очень удобный, очень хороший отчет, в котором сразу видно, какие проблемы на ферме. Вот. А есть проблемы со сбоями. Ну, вероятно, надо проверить либо калибровки оборудования, либо проверить состояние животных. Опять хвосты в имя. Очень банальные вещи, но чаще всего об них мы испопитаемся. Ну вот, собственно говоря, наверное, давайте можете так это иллюстративно пролистать дальше. Просто. Много разных отчетов, они нам могут быть полезны, интересны, использовать. Ну, если это все будет лежать где-то в роботе с пудом, то робот вам не нужен и не покупать его, лучше купить доильный зал или УДС-ку и доить по старой технологии, а потом, к сожалению, разориться. Ну, собственно говоря, у меня все. Спасибо вам за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok